Чуть с опозданием, но с вами снова еженедельные саркастические новости другого глобуса нет. На этой неделе Канада наблюдала в основном за политическим борделем. Утомленный Трюдо, агрессивный Пуальевр, заботливый Сингх и неожиданно обладающий безграничной властью Бланше. Но кроме этого театра абсурда, мы сегодня еще поговорим о пенсии, инфляции, крипте, кино и пятерке лучших стран в мире. Вот тут вас ждут сюрпризы. Не переключайтесь. Итак, в понедельник на очередных промежуточных выборах в Монреале либералы потеряли еще один свой верный округ. После этого с уже полузатонувшего корабля Трюдо ушел его верный министр Пабло Родригес. Последнее время отвечающий за транспорт. Раньше министр отвечал за национальное наследие и перед уходом оставил нам в наследство закон об онлайн-цензуре. Еще несколько либеральных депутатов сообщили, что не будут больше баллотироваться в составе партии. Но их уже так много, что пресса даже не упоминает их имена. Пока Джагмит Синг, предав Трюдо, пытается оттянуть на себя голоса либеральных избирателей и вступает в горячие перепалки с Пьером Пуальевром в парламенте, лидер партии Блок Квебека Ив Франсуа Бланше почувствовал свою власть и сообщил, что поддержит Трюдо в обмен на пользу. К концу недели наконец-то выяснилось, что польза будет не только ему и даже не только Квебеку, а всей Канаде, в частности пенсионерам. Что реально стоит за этим прекрасным рвением квебекского политика? Пенсионное население страны хорошо известно своей активностью на выборах. Именно они чаще всего идут голосовать. За Блок голосуют только в Квебеке, а население провинции весьма пожилое. Включившись в активную борьбу за их материальное благополучие, Бланше надеется на выборах 2025 года получить больше голосов, соответственно мест в парламенте, а значит и власти. Даже если сделка не пройдет, намерение народ запомнит. К тому же Бланше хочет ну хоть как-то осадить Пуальевро. «Я не поддерживаю правительство, я просто не хочу, чтобы оно уходило сейчас. Консерваторы проиграют вотом и потеряют лицо. Это то, чего они достойны», – упомянул Ив Франсуа Бланше. У консервативного политика и лидера партии Пьера Пуальевро в парламенте нет друзей, кроме собственной партии, так как с самого начала своей карьеры депутата в 2004 году он ведет себя как агрессивный бульдог. Он может весь день заседания неустанно подкалывать своих оппонентов, любит громкую и резкую риторику и не терпит никаких противоречий даже от своих сторонников. Если он выиграет ближайшие выборы, нас ждет весьма изнурительный и резко поляризирующий премьер-министр. Теперь по поводу возможных выборов. Либеральная партия и Трюдо настолько уверены в данный момент, что они останутся у власти, что не побоялись дать консерваторам день оппозиции. Уже в этот вторник, 24 сентября. Это дает шанс Пуальевру объявить голосование по вотому недоверию правительству на 25 сентября. Пуальевр, как мы помним, обещал сделать это при первой же возможности. Консерваторы уже подтвердили, что предложение будет подано с новой укороченной формулировкой. Палата потеряла доверие к премьер-министру и правительству. Привычное упоминание налога на углерод исчезло. Консерваторы потратили много времени и большие миллионы, чтобы превратить будущие выборы в крестовый поход против Трюдо и налога на углероды. Поход в самом разгаре и принесет решительную победу Пуальевру и большинство в парламенте. Так устроена наша выборная система. Трюдо пришел к власти 9 лет назад, и не нужно быть консерватором, чтобы понимать, что настало время для консервативного правительства в стране. Государственный долг зашкаливает, производительность упала, резкий и плохо организованный приток временных рабочих и международных студентов создал кризис жилья, сильно усложнив жизнь многих канадцев, включая самих мигрантов. Непопулярность Трюдо не дает ему никаких шансов улучшить жизнь в стране. Для этого он должен работать с парламентом, политиками, премьерами, мэрами, но никто больше не готов рисковать своей карьерой и популярностью и протягивать руку Трюдо. И если с позиции бланше нам уже все понятно, то сомнения лидера партии НДП не ясны. В настоящий момент у него самые сильные шансы, если спровоцировать выборы. Далеко не все в стране разделяют взгляды и особенно манеры Пуальевра. Не все хотят отмены финансирования СБС, отмены налоговых льгот. Отвернувшись от Трюдо, чья поддержка упала до 14%, они сейчас пойдут к НДП. И это невероятный шанс для Синкха набрать голоса на этих выборах и популярность премьер-министра к следующим. Джагмит Синкх сейчас единственная альтернатива шумному Пуальевру. Но если дать либералам еще год, то, возможно, Трюдо все-таки отдаст власть более надежному преемнику, который сможет поднять рейтинги партии. Не забываем, что за его спиной постоянно маячит Марк Карни, а Карни не привык быть за спиной. Если Карни придет к власти, шансы НДП резко упадут и популярность Пуальевра тоже сильно ослабнет. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, тем временем, судя по всему, уверенный в том, что вот он недоверие ему не грозит, уехал на эту неделю в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. «Канада будет играть лидирующую роль в том, чтобы сделать мир более справедливым и процветающим», сказал Трюдо в пресс-релизе на прошлой неделе. «Я с нетерпением жду возможности работать с другими лидерами, чтобы ускорить прогресс в достижении наших общих приоритетов и построить лучшее будущее для всех», – добавил министр. «Заявление насчет ускорить прогресс в достижении их приоритетов уже вызывает сомнения. Мы пятый год наблюдаем за этим прогрессом, и уже появились сильные опасения, что лучшее будущее будет не у всех». Такими темпами хорошо бы просто сохранить этот мир. В эти воскресенья и понедельник проходит саммит будущего, объявленный генеральным секретарем ООН Гутерришем еще в 2021 году, где стабильно заседает Трюдо. Его цель – реформировать ООН, оживить многосторонность и договориться о решениях новых проблем, в то время, когда этот глобальный институт столкнулся с критикой за решение вопросов 21 века, включая вторжение России в Украину и войну в Газе. На прошлой неделе Гутерриш призвал страны-члены пойти на компромисс и одобрить Пакт будущего, план решения широкого круга глобальных проблем, но получил отпор со стороны России, Саудовской Аравии и других стран, которые возражают против некоторых формулировок, таких как изменение климата и реформирование международных финансовых институтов. Продолжение следует... Продолжение следует... Health Canada на этой неделе утвердила две новые вакцины от ковида – от Moderna и Novavax. Любопытно, что МРНК-вакцина Moderna защищает от последнего найденного штамма, а вот белковая Novavax уже сразу устарела, так как обещает защиту только от предыдущего штамма. На этой неделе обещали удобрить Pfizer. И вот как раз появилось интересное сообщение непосредственно в заявке на патент новой вакцины от Pfizer от самого генерального директора компании BioNTech Угура Шахина. Существующие вакцины вызывают иммунный импринтинг у вакцинированных, делающих их неэффективными от новых мутаций ковида. Беда в том, что импринтинг делает неэффективным не только вакцину, но и сам иммунитет человека при столкновении с новыми штаммами. К тому же мы помним, что сами вакцины уже давно признаны неэффективными от заболевания, а помогают только сгладить симптомы, что тоже никак не доказано. Интересное из мира финансов. Долги Федерального резерва США достигли 35 триллионов долларов. И всемогущественный BlackRock упустил информацию о том, что они тайно готовятся к финансовому кризису и делают ставки на биткоин. Биткоин внезапно резко вырос после первого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы США, и ожидается, что это приведет к дальнейшему стремительному росту цены на биткоин, пишет Forbes. И все это сразу после того, как в понедельник вечером, во время прямой трансляции на X, Дональд Трамп представил свою последнее бизнес-предприятие World Liberty Financial – семейный бизнес. По сути, это криптобиржа, где можно брать и давать в долг, и инвестировать. Всего пару лет назад Трамп говорил, что криптовалюта – это даже не деньги, и она основана на воздухе. А на этой неделе заплатил за бургеры криптой в нью-йоркском баре. Подробнее об этом и многом другом читайте на нашем телеграм-канале Canada News. Из коротких новостей. Продовольственная сеть Loblaws четко чувствует конъюнктуру рынка и хочет создать конкуренцию долларами, рассматривая варианты создания сети ультрадешевых магазинов. Видимо, по нормальным ценам канадцы скоро уже не смогут покупать продукты. Министр финансов Христа Фриланд сообщила в начале прошлой недели, что ипотеки покупателям первого жилья с 15 декабря можно брать на 30 лет и покупать с минимальным первым взносом дома стоимостью до полутора миллионов. Утверждает, что это поможет молодым канадцам. «Мы сможем реализовать мечту молодых канадцев – купить свой первый дом», – радостно сообщила министр. В Канаде уже существовали периоды амортизации ипотеки в 30 лет, но в 2012 году консервативный премьер Харпер отменил их, чтобы избежать перегрева рынка недвижимости и сверхзадолженности канадцев. Фриланд сверхзадолженность молодых канадцев и их пожизненная кабала не пугает. Канада собирается закупить 12 новых подводных лодок, в том числе ядерных. В Торонто вышел конфуз с детьми. Совет школьного округа Торонто был вынужден извиниться перед родителями после того, как отвез детей в возрасте от 8 до 11 лет на демонстрацию солидарности с одной из общин коренных народов, чтобы идентифицировать себя с колонизаторами. В итоге как-то так случайно получилось, что митинг оказался антиизраильским и пропалестинским. Дети изображали оккупантов и участвовали в митинге под известные речевки «От реки до моря». В конце раздали наклейки с надписями «Сионизм убивает», которые радостные дети принесли родителям, ну а те уже принесли многочисленные жалобы в школьный совет. Еще на нашем телеграм-канале Canada News вышла длинная, подробная и интересная статья про скандал с фильмом канадско-российского режиссера «Russians at War». Канада фильм финансировала, что вызвало возмущение у самой Христи Фриланд. Вокруг фильма и международного кинофестиваля ТИФ в Торонто разразился страшный скандал с угрозами и адвокатами, но это заставило задуматься об истинной роли журналистики в современном мире. Читайте на Canada News. Там же вышла прекрасная, добрая статья об украинской женщине-часовщике. 68-летняя Людмила Пас приехала в далекий Ньюфаундлен всего месяц назад. Там, на берегу моря, сбежав от войны, теперь проживает ее дочь с семьей. В центре крошечного городка, на ратуши, вот уже долгое время молчали городские часы, которым более 120 лет. Горд мечтал их починить ко дню рождения, но думал, что вряд ли найдется такой мастер. На этой неделе Людмила поднялась наверх по высокой лестнице и отремонтировала местную достопримечательность, став большим героем для горожан. Вековые часы снова пошли. А теперь неожиданное. Канада заняла четвертое место в обновленном рейтинге стран мира по версии US News за 2024 год, набрав общий индексированный балл 94,1. Попасть в пятерку лучших стран мира нам помогло качество жизни, предпринимательство, социальная цель и гибкость, включающая в себя адаптивность, прогрессивность и динамизм. Сразу становится жаль все остальные страны в мире после нас. В этом году первое место заняла Швейцария с общим индексированным баллом 100. На втором месте Япония, на третьем – США. Кроме того, Канада хорошо оценивается в других рейтингах, проведенных US News. Страна заняла второе место среди лучших стран для штаб-квартир, корпораций. Единственная страна в топ-10 за пределами Европы и Азии. Четвертое место среди стран с лучшими системами образования. Пятое место среди стран с наибольшим расовым равенством. Пятое место среди стран с наибольшей прозрачностью. Единственная страна за пределами Европы в списке. Шестое место среди стран, где люди могут комфортно выйти на пенсию. И шестое место среди лучших стран для воспитания детей. Ну, после этого, как вы понимаете, мы точно остаемся. Будем воспитывать детей лучше, чтобы вырваться на первое место. До Японии далеко, а другого глобуса все равно нет. Хорошей недели! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и рекламируйте с нами. Без этого мы никак не сможем развиваться. Спасибо и пока!